всем привет с вами канал maria my work меня зовут мария и сегодня я вам сделаю обзор на android игру которая называется такс райдер если кто не знает то эта игра про пингвинчика по имени такс который по совместительству является талисманом и логотипом операционной системы linux но если кто не знал и я уже знаю эту игру она у меня была еще в виде пк-версии и называлась такс рейсер и она у меня еще было на моем стареньком компьютере с windows xp но здесь это немножко уже другая игра для android как видите даже название немного другое но суть та же мы играем за пингвинчика который на пузике катается по снежным горкам и так далее итак мы находимся в главном меню у нас есть тренировки и так скажем уровни и всякие настройки давайте начнем с тренировки мы можем учиться например делать повороты прыгать и контролировать скорость но так как нам эти две тренировки пока недоступны мы начнем тренировки поворотов вперед итак наше первое окружение кроличий холм но мы можем вот так же сменить давайте начнем с этого помню помню правда если там мы катились под музыку помню это на компьютере было точно так же а и да конечно эта игра у меня вызывает конечно хорошие воспоминания там ностальгия детство все такое и вот когда я увидела на плей маркет эту игру я конечно была обрадована думала ура наконец-то я верну себе ту самую игру которую когда-то любила но если честно она меня немножечко все-таки подрастроила потому что ну видите во первых мы нет музыки в этой игре то есть там-то гонка музыкой такой веселой бодренькой сопровождалась во первых тут не очень удобное управление потому что мы смотрим как бы глазами пингвина у нас вид от первого лица на компьютере там мы смотрели как бы глазами наблюдателя нам был пингвинчик виден ну и было как-то удобнее что ли ну как видели наверно на скриншоте в начале в самом еще в начале тренировки в принципе игра хорошая то есть все таки есть вот так например поностальгировать повспоминать что-то если у кого-то была на компьютерной версии то кажется это хорошая будет потому кто хочет вспомнить это все снова окунуться в этот мир а да извините я отошла темы в общем чуть в суть этой игры мы просто катаемся делаем повороты и собираем рыбку рыбка если я не ошибаюсь дает нам дополнительные очки или не дает и в общем нам нужно доехать до финиша и как можно скорее и нам нужно стараться ехать по снегу потому что и ни во что не впечатываться потому что иначе мы будем терять скорость да ну вот такая интересная альтернатива гонкам на машинках и прочее прочее а вот еще одна рыбка это даже не просто рыбка это называется тунец такой звук смешной когда я собираешь так вот это я так понимаю лед и он по моему нам скорость немножко то ли прибавляет сейчас посмотрим или нет наоборот он непонятно короче добавляет это скорость или убавляет вот я помню тоже на компьютере заедешь куда-нибудь и такой звук был как будто клей какой-то есть так как шуршань а там было как будто бы звук как от клея или как от скотча был ага вот уже и финиш посмотрим за две с половиной минуты мы доехали до финиша все время все время вышло горка закончена очков у нас по нолям ну наверно потому что это просто тренировка и так а я знала почему у меня пропал один пингвинчик от она на типа количество попыток что ли возможно как количество жизни давайте попробуем здесь так что подождите нельзя еще а как тогда понятно немножко ну ладно давайте посмотрим что мы другое вот и здесь пока нельзя а мы должны полностью пройти я поняла понятно ну ладно тренировку я сейчас захотите короче я вам тренировку потом дойду до конца давайте я собственно покажу вам саму гонку то есть уровни и так у нас есть замороженная река и в тот же кроличий холм да видите вот эту вот картинку где на пузике он едет и мы видим его лапы и его хвостик вот такой же обзор был на компьютере а здесь мы смотрим глазами пингвина то есть это не очень удобно в принципе как бы ну ладно пойдет для android версии это нормально принципе пойдет да и вот там помню как вот он вот так шоу и там еще музыка была а вот тут уже немножко посложнее пошло то есть на тренировке то понятно дело тут уже сейчас такие повороты будут вот не знаю по моему надо попадать в эти в эти ворота насколько я знаю чтобы получать очки одни врезались в дерево рыбок рыбки тоже похоже надо собирать вам насколько я знаю вот видите тут так а еще что тут неудобно то что тут управление немножко другое то есть обычно в пк версии мы управляли кнопочками ну на клавиатуре а здесь тут даже видите нету никаких на мониторе ни клавиш ни кнопочек как например есть и оцифрованных игр сега то есть здесь мы управляем поворачивая наш планшет как у меня или если у кого-то телефон и как бы это тоже не очень удобно можно вовремя не повернуть или повернуть например слишком сильно и вот не знаю никак не могу освоиться с таким управлением все время вот пропускаю то ворота то рыбки то куда-то не туда въеду как-то уж извините мне как двигаться ну не привыкла к такому управлению я привыкла кнопочному то есть или клавиатура или хотя бы если бы тут были кнопочки то есть пальчиками работать а тут надо просто трясти устройство как бы не очень это удобненько да еще со звуком тут проблемы тут если звук ставить например побольше то тут музыка будет играть в меню в главном очень очень громко а так видите почти не слышно то есть звуков самой игры как мы едем и как мы собираем рыбку ну сейчас попробуем собрать рыбку хотя бы немного хотя бы 20 рыбок попробуем собрать попробуем хотя бы 20 рыбок собрать и давайте попробуем хотя бы в одну ворота поехать так стоп а почему у меня очки обнулились их же у меня вроде много было кто нибудь знает о видели какой вираж как говорится или рыбка или ворота так ладно мы так что ж такое вот видите не знаю короче ребят как это делать о ну мы попали в ворота и что как получить очки так погодите а по-моему стали быстрее ехать да мы стали быстрее ехать может ворота как-то скорость увеличивает кто-нибудь знает если кто знает то пожалуйста напишите мне и пожалуйста напишите что еще тут в принципе можно делать то есть как тут ну зарабатывать очки как тут чего вообще потому что я говорю я в эту игру играла буквально только пару раз хотя на пк версии если честно я тоже играла всего пару раз потому что она у меня помнила очень очень помню очень очень сильно глючила если у меня был такой момент что я вот играла и я врезалась какое-то препятствие не помню в какое вроде это был холм вот с этой землей или с чем это и игра у меня просто зависла и ни туда ни обратно то есть пришлось просто перезагружать все заново и как бы все потом я вообще не помню куда эта игра у меня делась ой мы в какую-то каннабус ехали так а мы вообще куда едем и по-моему не в ту сторону едем так мы вообще куда едем то вот на по рыбкам надо ориентироваться рыбки указывают путь ну вот видали потеряли немножко времени въехали куда-то в яму то есть это наверно типа насколько я понимаю как обычная гонка с машинами то есть тут нужно на время то есть как можно быстрее скатиться и при этом собирать вот эту рыбку тунца и вот эти ворота проезжать с валом делать но у меня что-то вот не получается либо я что-то недопонимаю либо я не знаю так мы опять куда-то в гору въехали да похоже на эту синюю лучше не сворачивать что это не знаю лед или это может почва непонятно если честно похоже на обледеневшую почву и по моему она мне немножко тормозит ну все финиш наконец то почему мне обнулились очки может все таки кто-то знает да ребята пожалуйста вот сейчас мы закончим гонку закончили гонку все время 4 4 44 у нас рыбок 39 мы собрали очков у нас почему-то по нолям как бы ребят все вот такая вот игра так есть у нас preference но это у нас настройки то есть мы можем видео да или нет то есть насколько качество видео высокая средняя или низкая или средняя так это я так понимаю как искать конфиденциальность это создатели и наконец выход ну что ж ребят на сегодня это все если вы хотите то я продолжу играть в эту игру возможно пройду всю тренировку и если вы что-то знаете то напишите мне пожалуйста напишите например как мне сделать так чтобы очки не доходили до нуля и почему там исчез пингвинчик когда я прошла первую тренировку итак на сегодня это все я желаю всем всего хорошего до новых встреч и пока